Всем привет, ребята! С вами ютубер 48к и это мое новое видео по игре Чикинган. Сегодня, ребята, я расскажу о своих фильмах, которые скоро выйдут. Ставьте лайки и подписывайтесь, и мы начинаем! Первый фильм, про который мы поговорим, а именно это война по малому плейграунду. Этот сериал, ребята, я хотел сделать в феврале. Он, ребята, про то, что Меланданьки согласилась на войну в Меланхайде. И этот сериал должен длиться час, двадцать минут или больше, или меньше. И, ребята, еще также был тизер-трейлер к сериалу «Война». Вот вам отрывок. Начинается война! Если Меланданьки победит, туда придет полный конец! Так, мои бойцы, прошло пятнадцать недель после начала войны. Мы на поезде поедем в Мелахандию, им нужна наша помощь! Река Мелахин захвачена! Война! Вот так вот, ребята. И, возможно, он выйдет либо в августе, либо в сентябре. Но, ребята, мне очень долго еще делать. Там только двадцать минут. Давайте переходить ко второму фильму, а именно «Короткая дружба». «Короткая дружба» — этот сериал уже будет в Чикингане, ребята. И в чем суть этого сериала? Ну, вы уже поняли, что этот сериал будет связан с дружбой. А почему она «Короткая» — сейчас расскажу. Ютубер в 2022 году находит своего друга по имени Кирилла. И они решают стать лучшими друзьями. И они встали. И они, ребята, гуляли, играли и катались. Но, к сожалению, произошла трагедия. Наш Кирилл погиб в автокатастрофе. И потом все его друзья пришли сказать, что они его очень сильно любят и скорбят. Этот сериал должен длиться где-то 40-50 минут. А у меня он, ребята, уже готов почти на 85%. Поэтому, возможно, этот сериал выйдет первое. И следующий сериал, который выйдет, это «Глич Верон захватил малым плейкам поражение». Возможно, вы знаете такой сериал «Глич Верон захватил малым плейграунд» на моем канале. Ребята, а разработку, возможно, я начну в сентябре или в октябре. Про что этот сериал? Он тоже в Мелом Плейграунде. Как и сам фильм, который состоит из девяти серий. Ребята, наши главные герои, сражаются против тьмы. И потом, ребята, к сожалению, «Глич Верон захватывает» весь Мелом Плейграунд. И все. Это конец. Сериал должен идти 10-20 минут. Да, ребята, это, возможно, будет самый короткий сериал. А давайте перейдем к четвертому фильму. Итак, ребята, следующий сериал, который у нас будет, а именно это «Четыре». Вы, наверное, спросите, почему он так называется, а именно, потому что у ютубера есть четыре личности. А именно это «Грустный», «Веселый», «Безобидный» и «Обычный». Давайте я расскажу про все личности. «Обычная личность». Вы ее все знаете. «Безобидный». Это просто обычный ютубер, но только он вообще ничего не говорит и молчит. Один день. Ну, а может, пару словечков сказать. Следующий – это «Злой». Иногда, когда ютубера могут разозлить, он может разозлиться до такой степени, что он может убить всех, кто дразнил его. А «Грустный» – это тот, который постоянно грустит целый день и вообще ничего не говорит. Но он тоже может пару словечков сказать. Давайте перейдем к последнему пятому фильму. «Эволюция братиков. Смертельные враги». Про что этот сериал? Наши главные герои, Даня и Дима, решили поехать в Казахстан, потому что там была самая главная банда злодеев, которая отворила всякие дела в Казахстане. И они все-таки победили этих злодеев. Но они больше никогда не вернутся на эту планету. Они там все застряли. А еще, ребята, есть шестой фильм, но, к сожалению, ребята, он разделился на серии. А именно это «Городской убийца». Раньше я хотел сделать, чтобы все серии были подряд. Точнее, это был один фильм, который длился целый час. Ну, теперь я сделаю так, чтобы это были просто серии. Поэтому вот так вот. Кстати, «Городской убийца» будет бабу говорить, я обещаю. Ну что ж, ребята, вот такое было видео. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Ожидайте все эти пять фильмов. Субтитры сделал DimaTorzok